Сихоте-Алинский метеорит, один из десяти крупнейших в мире, в 1947 году рассеялся в виде железного дождя в западной части Сихоте-Алини в Приморье. Спустя 70 лет приморская группировка художников «Hero for Hero» создала проект исследования «Манна», который рассматривает метеорит в качестве проводника человека в космическое пространство и одновременно как экономический и социальный фактор изменения среды места его падения. Сейчас данная выставка работает в Московском музее современного искусства. Проект несет большое значение для популяризации Приморья и Тихоокеанской России на других территориях страны, а также имеет важный социальный аспект – знакомить зрителей с жизнью необычного таежного поселка. Подробнее об этом прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Ксения Фролова и Роман Иванищев – художники группировки «Hero for Hero». Здравствуйте. Здравствуйте. Вновь рады приветствовать вас у нас в студии. Напомню нашим телезрителям, вы не в первый раз у нас в гостях. И до этого рассказывали о проекте «Невельской». Мне интересно немножко вернуться назад и спросить, как продвигается проект, каковы изменения. Расскажите, что происходит с ним сегодня. Да, проект «Геннадий Иванович Невельском» развивается. Это графический роман в стиле манго. Мы отрисовали уже большую часть работы. И надеемся, что уже в этом году мы полноценно представим книгу и надеемся на работу уже с киностудиями. Мы готовим сценарий. Ну, по сути дела, в этом году 205 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского. И поэтому мы прям стараемся успеть к этой дате. В сроки. Ну, буду надеяться видеть вас у нас в студии уже с готовым романом, с книжкой. Да, я уверена, что это произойдет совсем скоро. Ну, а теперь, наверное, давайте вернемся к основной теме нашей сегодняшней программы. Это проект «Манна». Как появилась его идея? Он достаточно сложный, интересный. У меня очень много вопросов сегодня к вам. Я думаю, вы для начала расскажете все-таки момент возникновения его. Как так случилось, что вы вспомнили об этом событии и решили превратить в такой интересный проект? Ну, начну, наверное, я. Я читал, и до этого мне попадались какие-то факты о падении метеорита, но это проходило как-то вскользь. И меня заинтересовала эта информация. Я начал собирать сведения в интернете, в библиотеках, и выяснилось, что действительно на территории Приморского края в 1947 году упал один из крупнейших в мире на письменной истории человечества метеоритов. То есть, по сути дела, к Земле летело 100 тонн внеземного вещества. А, к слову, я вот перебью, у нас сегодня кусочек есть. Один из десятков тысяч осколков мы взяли с собой для того, чтобы показать. Экспертами он считается одним из самых красивых железных метеоритов в мире. Благодаря вот этой вот корке плавления, когда он летел, он такой вот прям блестящий, фиолетовый. И очень тяжелый. Даже вот этот маленький кусочек, да, он настолько тяжелый. Первое дело – это чистое железо. И вот меня заинтересовал этот факт, и мне очень захотелось побывать на месте его падения. И, по сути дела, я сел на мотоцикл, делал это было летом, и это 600 километров от Владивостока, сначала до Дальнереченской, и потом в Тайгу еще 100 километров. Маленький поселок, раньше он назывался Бейцухе, затем он был перевинован в поселок Метеоритный. По данным переписи 2010 года, там жило 143 человека, для сравнения, в 90-х годах там было где-то около 3000 человек. То есть вот поселок с ушедшей экономикой, то есть каких много на территории, допустим, нашего края, вообще на территории России, и, в принципе, и во всем мире, то есть когда экономика уходит из какого-то населенного пункта, пункт начинает исчезать сам по себе. И там остались те люди, которые, ну вот, живут, по сути дела, таким первобытным образом жизни, да, то есть охота и собирательство, то есть то, что им помогает выжить в этой ситуации. И параллель, которая мне сразу бросилась в глаза, когда я туда приехал, это параллель с книгой братьев Стругацких «Пикник на обочине», вот, когда там тоже упало что-то внеземное, и жители ближайшего города, собственно говоря, зарабатывают тем, что ходят в зону, так называемую, сталкеры, и достают оттуда вот эти неземные артефакты и продают их. И эта аналогия, она как-то была прямо очень близка, я съездил на кратеры, вот на это кратерное поле, там порядка 72 кратеров в Тайве, это является памятником природы, и посмотрел на все, что там происходит, и мы решили сделать проект, потому что, ну, по сути дела, метеорит — это такой эталон неземного, нечеловеческого, полностью не имеющего отношения к планете, то есть он практически на миллиард лет старше, чем наша планета. Да, конечно, очень интересно. Да, когда Роман приехал, рассказал об этом, мы решили реконструировать ситуацию, поехать зимой. Мы были в экспедиции в декабре, метеорит сам упал 12 февраля, ну, по сути, это та же зима, и более того, хочу сказать, что Роман и фотограф, который с нами ездил, Виталий Берков, они ночевали в кратерном поле, мы совместили эту поездку с фактом прохода нашей планеты в зоне... Метеоритный дождь Геминиды, вот, мы как раз хотели подснять именно вот это звездное небо зимой в то время, практически в то же самое время, когда упал и этот метеорит. Да, в этом потоке. И, кстати, у нас получилось, на самом деле, в проекте мы используем волшебные фотографии, мы их называем лифтами, когда Виталий снимал из кратера звездное небо и нависающие ветки деревьев, всю эту какую-то сказочную атмосферу, и как раз-таки неземную создавало, что дало определенные... необычные ощущения вот тем людям, которые созерцают, смотрят эти фотографии. Как долго вы пробыли в экспедиции в данной? Сама экспедиция была недолгой, это фактически три дня, но она была очень насыщенной, то есть, по сути дела, полностью зимняя тайга, почти непроходимая, то есть, там приходилось пробиваться через сугробы, через завалы, которые завалены снегом, и добираться до этого кратерного поля, где мы ночевали, делали съемки, вот, и в это время было порядка минус 22 градусов, то есть, достаточно прохладно, я помню, да. Что же там? И при этом еще такая потрясающая совершенно тишина, то есть, об этом говорится и в проекте, и мы привлекли к участию в проекте московского композитора Олесю Ростовскую, которая вот передала, специально написала два трека для нашего проекта, которая передала вот это вот, именно звучание неземной тишины, такой вот космической, вот, и это совершенно потрясающе, когда ты находишься вот в таком звуковом вакууме, но этот вакуум постоянно живет, то есть, он не мертвый такой, он постоянно пульсирует, то есть, тишина живет, передвигается вокруг тебя, становится ближе, дальше, это очень интересное ощущение. Сегодня городскому жителю уже сложно, наверное, понять, это нужно хотя бы один раз все-таки услышать, я примерно понимаю, о чем вы говорите. Да, хотел бы сказать, что экспедиция была задокументирована, у нас есть видеофильм, как раз вот это ощущение, ну, возможно, как-то почувствовать, там, и Роман говорит об этом, и звуки мы по максимуму старались записать, и там даже бензопила была у нас, что это все такое интересное вторжение человека в природу и потом уже воздействие природы на человека, вот фильм об этом. То есть, проект, он в том числе и аудиовизуальный? Конечно. Включает в себя очень-очень много всего интересного, да, и я понимаю, почему выставка в Москве сейчас продлена, я, насколько понимаю, очень большое внимание она привлекла к себе публики. Ну, это, по сути дела, тотальная инсталляция, в которой мы используем и арт-объекты, и фотографии, и дополненную реальность, и даже настоящий метеорит, и арт-видео-арт, который мы монтировали по итогам экспедиции. Мы привлекали экспедиционные материалы, то есть, мы на выставке показываем с помощью дополненной реальности рисунки жительницы этого поселка, Веры Королевой, ее совершенно потрясающую графику, то есть, это тоже некая такая легенда поселка, когда человек после взаимодействия с космосом начал рисовать, причем рисовать совершенно профессиональным образом. То есть, исключительно после этого события это произошло, правильно? Ну, не совсем после этого события, после того, как она вот жила в этой деревне, и потом вот с ней случился творческий взлет. Да, в силу того, что она постоянно ходит в тайгу, так как Роман уже сказал, ребята занимаются собирательством, и как нам рассказывали, случился тот факт, что они просто заночевали так же, как Роман, в кратерном, в кратере, да, может быть, и не в одном это было, и вот со временем все это проявилось таким образом, когда она начала видеть нечеловеческое в лесу, и она делает замечательные работы на дереве, каких-то образы духов, либо каких-то пришельцев. Мы отобрали работы и как раз показали ее через дополненную реальность, проявив те самые слои, которые обычно человек не может увидеть в уссурийской тайге, так же, как и мы. Может быть, не все увидели, что хотелось бы, но то, что она видит. Но в проекте это возможно сделать, и даже жителям города Владивостока и любому другому человеку это возможно сделать, зайдя на наш сайт. Там есть инструкция по скачиванию дополненной реальности программы, и размещены фотографии. Используя эту программу, можно в этих фотографиях увидеть графику Веры Королевой. Вот, и хотелось бы сказать по поводу выставки, почему она продлена, и Роман же сказал про тотальную инсталляцию. В первую очередь, наш проект об ощущении. Мы погружаем людей, погружаем зрителя в эту атмосферу тайги. И каждая инсталляция, каждый экспонат служит тому, чтобы человека максимально погрузить в эту атмосферу. По поводу метеорита, который у нас там использован. Здесь мы видим около 300 грамм, у нас кусочек. Это наш, мы называем, титульный экземпляр. Экземпляр, он используется на помо. Тут вот фотография, и есть на сайте у нас... Да, наш титульный образец, мы его называем. И в выставке мы используем экземпляр больше 20 килограмм. То есть это большой достаточно кусок. Нам его предоставил музей истории мироздания, частный музей. Вы сотрудничали с учеными, да, хочу внести некое уточнение, потому что, конечно, найти так просто осколки метеорита. В этом проекте на первоначальных этапах нас консультировали Дальневосточное отделение Российской Академии Наук, их институт геологии, музей геологии, который находится при них. Они делали экспертизу тех образцов, на которые мы опирались. И, собственно, дальше мы стараемся в наших исследованиях работать в контакте с учеными. Давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проекте «Манна». Условно можно поделить проект, вы его делите, да, на три этапа. Можете немножечко об этом рассказать? Да, я расскажу об этом. Три части. Прибытие, присутствие и приобщение. Мы, когда вам сделали предложение, Московский музей современного искусства, мы приехали и посмотрели площадь, соответственно. И первый зал, он очень необычный. Он очень необычный тем, что является сводом. И почему-то это деление произошло. Потому что мы поняли, если мы покрасим этот зал в черный цвет, то мы как раз через это погрузим зрителя в атмосферу прибытия метеорита, как если бы он только-только приземлился на нашу Землю. И поэтому пошло деление. И как раз одним из наших условий, пожеланий, когда мы просили метеорита в музее истории мироздания, то, что к нему можно прикасаться. И мы дали людям эту уникальную возможность. Люди были в восторге, потому что обычно такие экспонаты нельзя трогать руками. Здесь можно было трогать. И как раз на нашем сайте есть фотографии с открытия, когда люди обступают, трогают, даже нюхают его. И вот эта атмосфера как раз-таки создается прибытие. Он прибыл в жизнь людей, каждого человека, который пришел в этот момент и увидел его. Такая маленькая ремарка. Мы работали еще с библиотекой имени Ленина, с архивами. И в экспозиции располагается копия газеты «Вечерняя Москва», где через пять дней после свершившегося факта вышел материал, небольшая заметка о факте падения. Мы обратили внимание о том, насколько важны для планеты, в планетарном масштабе события, насколько ей мало уделено внимания. Странно, что маленькая заметка, действительно. По сути дела, это подвал второй страницы. То есть это буквально на большой странице газеты, то есть вот такая маленькая заметка. Да, но это очень важное событие, на самом деле. И мы обратили внимание на то, как люди реагировали на него. Второй зал у нас называется «Присутствие». Это как раз атмосфера того, что человек может почувствовать в уссурийской тайге. И мы представили тотальную инсталляцию. Мы использовали шелковые, назовем их флагами, на которых изображены фотографии леса. И с помощью дополненной реальности можно увидеть как раз-таки вот этот второй слой. Это рисунки Веры Королевой. И еще мы использовали интересный момент. Это отзеркаленная фотография. Когда из одной фотографии мы сделали путем совмещения большое полотно 3 на 8 метра, огромное, у уссурийской тайги. И при совмещении получился некий образ, ну если хотите, чужого. Такое внеземное, что-то внеземное существо такое. И интересно, и страшно, и так как это большое панно, то люди просто встают. Воздействие есть, определенное есть, мы его наблюдали. Еще мы использовали как раз-таки в этом зале инсталляции под названием «Код». Их три. Здесь я Роману дам слово. Очень интересно. Интерпретация тоже интересная. То есть мы создали 50 совершенно идентичных копий вот этого нашего флагманского образца. И гипсовых. И покрашенных специальной краской. И мы на стене воссоздали таких три панно. Одно некий такой круг, второе квадрат, третье, ну как звезда. И мы старались воспроизвести некий код, некое послание, которое, может быть, несет нам метеорит, прилетая сюда. Ну как вот человек посылает какие-то послания в космос, да, там, с Вояджером, какие-то письмена другим цивилизациям. То же самое и метеорит, может быть, это тоже послание к нам, которое мы не можем еще прочитать. И с помощью вот этого кода мы пытались восстановить это послание. И также очень важный момент. Мы поработали со светом, там специальным образом выставлялись софиты. И тени, которые отбрасывают вот эти копии на этой работе, вот даже сейчас можно посмотреть, здесь есть некая тень. Когда софиты работают с нескольких сторон, то эта тень начинает размножаться. И когда ты смотришь в целом на работу, ну на сайте это хорошо видно на фотографиях, получается такая очень многослойная композиция. Вот опять же многое в нашей работе вот именно о слоях реальности, которые можно рассматривать один за другим, погружаясь в них все дальше и дальше. Это как раз к тому, что для кого-то это объект восторга, а для кого-то, как для жителей поселка Метеоритное, это средство существования. Почему проект называется Манна? Манна небесная. Да, это как раз таки от этого. И третья часть это приобщение. Как раз мы показали видеофильм, он длится около 15 минут. И интересный момент при монтаже возник, когда около 11 минут мы идем по тайге, мы совершаем такое вторжение в нее, потому что тишина, да, и здесь мы едем, мы идем, мы пилим. И последние буквально несколько минут мы из горизонтальной плоскости нашего ежедневного человеческого суетного мы переходим в вертикальную плоскость, квадрокоптер ушел с кратера вверх, и мы показали безграничную уссурийскую тайгу. И как раз на этом моменте на самом деле возникает тоже определенное ощущение, как Роман говорит, ловля ветра. Ну то есть вот все, что, все слова, все действия, все шаги, обсуждения, разговоры, они вот как раз вот это вот показывается бессмысленность по сравнению с огромной безграничностью космоса, то есть вот и нашей планеты, и когда вот эта заснеженная, тихая, молчаливая уссурийская тайга на закате, это было видно, что люди на этом последнем моменте, которые смотрят это видео, они замирают, и у них рождается вот это ощущение, которое мы хотели у них создать. То есть ощущение того, что не все, что мы делаем, может быть важным, а что-то есть более важное, более огромное, более существенное. В общем, проект действительно, не побоюсь этого слова, очень масштабный, всеобъемлющий, и, конечно, интересно узнать отклик публики. Наверняка люди задают какие-то вопросы, когда приходят. Что вы видите? Может быть, это реакция, да, о которой вы говорите? Что бы вы на этот счет как бы прокомментировали вот эту реакцию людей, которые приходят на выставку МАНа? Ну вот для меня, для меня наиболее яркой реакцией это были горящие, светящиеся глаза людей, которые оттуда выходили, которые ходили по залам. То есть для жителей большого города зачастую это просто открытие, что есть огромные пространства, молчаливые, заснеженные, что есть космос, есть жители маленького поселка. И когда они, жители большого города, с этим соприкасались, у них в душе что-то рождалось такое, может быть, вопрос к самому себе, может быть, размышления о самом себе и о месте в жизни. И вот мне была важна вот эта реакция. Ксения? Да, мы около трех дней работали на экспозиции, проводили авторские экскурсии, это было очень важно и для нас, и для зрителя, я думаю, в том числе, потому что мы рассказывали больше, чем показывали. И на самом деле не все знают об этом факте падения Сихотолинского метеорита. И как раз-таки наш проект, он призван рассказать о территории, где мы живем, может быть, привлечь внимание, может быть, зародить желание почитать больше об этом, может быть, даже посетить наш край. И вот этот момент был достаточно важен. Люди удивлялись, как, что, вот у нас есть такое событие. Остается буквально минутка времени, у меня есть два таких, наверное, достаточно важных вопроса. Первый вопрос, ближайшие планы и относительно проекта, и относительно, может быть, каких-то новых проектов и выставок, которые планирует ваша организация, Hero for Hero, группировка, простите, художников. И еще один вопрос, где наши зрители приморские могут посмотреть, увидеть эту выставку? Конкретно об этом проекте можно почитать на нашем сайте heroforhero.ru. На сайте, это сайт нашей группировки, представлены и другие проекты, которые уже сделаны. И в ближайшее время мы начнем прописывать, рассказывать о будущем проекте, который запланирован на декабрь. Будем мы его показывать в Центре современного искусства «Заря», проект о мифологической реальности Тихоокеанской России. И сейчас мы работаем над проектом «Страта», берем находку. То есть мы продолжаем свое исследование о слоях, то есть мы крутим и рассматриваем слоистость реальности с разных сторон. И проект «Страта» посвящен территории находки, рассказывая об этой территории, о ее многослойной и очень древней истории и взгляде с точки зрения современного человека, с точки зрения, может быть, человека будущего и с точки зрения человека прошлого. То есть мы стараемся совместить это вместе и дать, опять же, ощущение нахождения в этих временных слоях. Что ж, к сожалению, нам пора заканчивать. И я хочу вас напоследок поблагодарить за то, что вы рождаете в очень интересном контексте интерес не только жителей нашего города, края, а и других городов страны к нашему региону, к Приморскому краю. Спасибо вам огромное. Я желаю вам успехов в предстоящих проектах. Надеюсь, что мы в скором времени увидим их. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok